Всем привет! С вами снова Евгений Иванов. Несмотря на то, что на экране вы видите Innozuma Eleven Ghost Tracker 2013 Mode Extreme, я бы хотел поговорить о своем сезоне Innozuma Innozuma Eleven Fantasy. Дело в том, что я давно хотел и хочу до сих пор, хоть и может быть не так сильно, создать свой сезон Innozuma. Вышло уже 13 серий, но все они, разумеется, в текстовом виде, потому что дальше дело не может у меня пойти, потому что и рисовать я не умею, и озвучку мы никакую не делали, просто текст. Ну и на фоне там названия сезона и серии. Я так делал в контакте статьи, у меня есть ссылка на сообщество, где серии есть, можно почитать. Но беда в том, что раньше читатели у меня были, а теперь их нет, попросту. И вот бы мне хотелось как-то этот свой сезон Innozuma продвинуть, чтобы хотя бы один читатель появился заинтересованный, с кем можно было обсуждать какие-то косяки в сезоне или еще что-то. Ну, потому что обидно, что столько серий вышло, еще две с половиной где-то я написал на булокно, и не стал их переносить. И хочется показать. Хочется узнать ваше мнение о сезоне моем. Ну, вкратце расскажу, что из себя сезон представляет. Этот сезон вообще не связан никак с вышедшими сезонными фильмами. Да, хоть это и Innozuma, но абсолютно новый мир, в котором абсолютно новые персонажи, абсолютно новые техники, аватары, доспехи. Один всего лишь Миксимакс, там есть душ, тактические приемы, специальные техники, специальные тактики. Вот. Сюжет я сейчас рассказывать не буду, просто знайте, что абсолютно все в этом сезоне новое. То есть, то, к чему вы не привыкли. И вам нужно напрягать свое воображение. Ну, помочь чуть-чуть совсем может РПГ-мейкер, кто видел прохождение за Шинкао, потому что мой сезон Innozuma 11 Fantasy крутится вокруг команды Академии Шинкао. Кто-то уже видел матчи в Страйкерс и ГМВ матчи в Страйкерс, но это все не то, потому что ни в одной игре из Innozuma даже в новый мой сезон не уместить никак. Потому что в нем есть свои особенности. Игровые механики, можно так сказать. Да, все там абсолютно новое и будет сложно представлять, что происходит. Потому что это как читать новую книгу от неизвестного автора без картинок. Ну, по крайней мере, слова на русском, слова понятные, да. И вот, если кому-то будет интересно узнать, что я там написал, поделиться с этим, рассказать кому-то об этом. Можете присоединяться и написать в комментариях, как бы вы хотели помочь мой проект продвинуть. Не обязательно. Это может быть YouTube, это может быть и VK тот же, где у меня все есть. Просто я не знаю, кому скидывать. Ну и другие сайты. Я вот начал подумать, может озвучивать по ролям персонажей, но желательно нам хотя бы одну девушку в команде, потому что там и женские персонажи будут. Ну так, чтобы более естественно это звучало. Ну, у меня опыта выразительного чтения особо нет. Я уже давно не читал ничего вслух. Но попробовать можно. Это любительский проект, любительского уровня и все. Здесь все делается на энтузиазме. Да, у Дмитрия Черезова свой сезон на Zoom, который он начал писать, но забросил. Артем тоже делал свой рассказ, но там не поинозумие, совсем другой мир. Тоже интересная тема была, но тоже не стал дальше писать. Хотелось бы мне и их проекты увидеть в дальнейшем так же примерно, как у меня. Но что-то вот не получается у нас троих никак. Занято более важными другими делами. Просто руки, можно сказать, не доходят. Фантазии, может быть, даже желаний уже просто нет. Но вот свой сезон я давно хотел еще с 2012 года. Да, с 2012 года я пытаюсь что-то свое написать. Были всякие переосмысления, сюжет менялся, он и сейчас меняется, даже новая команда там появилась, которую я раньше не продумал, но вот мне друзья подсказали, как лучше сделать. Были помощники, но нету их теперь. Так что пишите в комментариях свои идеи. Буду очень благодарен. На этом все. Всем пока.